Привлечь студентов и молодых учёных к проекту по созданию установок класса «Мега-сайенс» и к смежным научным задачам и проектам. Сформировать из них сообщество, которое в ближайшее время будет определять путь науки в нашей стране и в мире. Такова цель летней научной школы по физике высоких энергий и ускорительной техники. На базе Национального центра физики и математики собрали молодые кадры из разных регионов страны. Каждый из них приехал сюда за новыми знаниями. Интересная тематика, интересен сам проект, он только набирает обороты и надеемся завести новые знакомства, новые связи. Моя работа непосредственно связана с суперчантовой фабрикой, моя дипломная работа, поэтому эта тематика как-никак подходит мне. Очень масштабное мероприятие, очень много серьёзных людей, которые связаны в основном с наукой, с физикой, но в то же время есть и инженеры, которые как раз производят конструкцию, разрабатывают конструкцию всех установок, которые находятся на территории РФСНЕЕВ. В школе приняли участие более 70 слушателей и 15 лекторов из разных институтов университетов России. География проекта обширна. Москва, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Дубна, Нижний Новгород и Саров. Школа посвящена широкому кругу вопросов по физике высоких энергий, ускорительной технике, обработке данных. Сегодня я читаю лекцию, представляю, как раз рассказываю более подробно, что такое циталфабрика, ее место в общем ландшафте физики, как появился этот проект, что он из себя представляет, что мы планируем делать. Ну а во все остальные дни лекции, которые будут читаться, это лекции по физике, ну вот по направлениям, связанным вот с этим направлением исследований физикоароматов. Программа «Школа насыщенная» на пять дней распределили 14 лекционных блоков. Также с докладами выступят сами слушатели, студенты, аспиранты и молодые ученые. Организаторы проекта – Национальный центр физики и математики и РФИАЦ в НИЕФ. Школа по физике высоких энергий – одна из череды научных мероприятий, запланированных к реализации в рамках развития научной среды НЦФМ. И то, что сейчас, например, создан Центр физики и математики – это очень важная, огромной важности государственная задача. Очень нужная, потому что именно нам нужно сейчас новые знания, более точные знания. Нужна воля установки мирового уровня. Нам нужны программные продукты, вычислительные системы тоже мирового уровня. Проект Национального центра физики и математики стартовал во исполнение поручений президента нашей страны, который в конце 2020 года посетил Саров, дал ряд поручений. И в течение 2021 года, начало 2022 года состоялся беспрецедентный по объему деятельности реализован комплекс мероприятий. Сформированная система управления Национальным центром физики и математики, созданный совет по развитию научно-технический совет, открыт филиал Московского университета. Для участников школы приготовили богатую экскурсионную программу. Она включает знакомство с территорией и работой технопарка Саров, филиалом МГУ, Дивеевским монастырём, музеем ядерного оружия, Саровской пустынью. Анна Пилипец, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.